Все зависит от клиента. Что они хотят? Каждый аромат по-своему? Статистика третья, вторая и первая балерина. Мы даже сами поняли. Лесно, лесно, лесно. Решение будет. Это будет один из самых. Мы говорим о верхних 13-ти позициях, по которым... Сам же добавимые последние 30. Ну, я думаю, что вообще не будет. Нет. 13-й, которые перед этим... А из остальных? Как он... Ну, так лучше и снова. Да, но у нас, например, я не знаю, в каждом регионе свои продажи. У нас очень хорошо продается Глэм Рос. У нас Рос Фрисон. Кстати, мы... Ее так и не коснулись. Мятная роза. Рос Ля Рос де Розин. Медовая роза, которая первая. Тоже. Рос Пралине. То есть, как бы у каждого человека... Балерины, да, они эффектно выглядят. Как бы у них такие подачи. Да. Но, в принципе, если вы поставите три балерины и там другими ароматами пренебрегнете, то... Я считаю... Ну, как сказать? Я не говорю, что должна быть вся линия. Там, вот, лишь бы стояла. Просто для себя, как бы, каждый человек, каждый человек, ему нравится консультанту. Вот, чтобы он мог продать. То есть, коммерческие ароматы, они обязательно должны быть. И они должны доминировать. Но для того, чтобы показать душу марки, ну, вот, я считаю, это мое личное мнение, надо взять несколько ароматов, хотя бы 6-7, и показать полностью, вот, как бы, концепцию, почерк, чтобы это было похоже на нишу. Просто, когда будут стоять три хита, и все. Ну, один раз человек купит, там, вторую, третью балеринку. Ну, и души марки, как бы, за этим нет. То же самое вот по картузи. Тоже все задают один тот же вопрос. Или, там, Миколев. Вы же не возьмете Ананду и Реалмуску, не поставите, правильно? Ну, купит один раз человек Ананду и Реалмуску, второй, третий. А потом они сказали, ну, а где же марка сама? То есть, какова ее философия? Поэтому здесь я и говорю о том, что нужно понимать красоту каждого аромата и уметь о ней рассказать. А клиент только делает выбор. То есть, наше дело подать и рассказать, какова красота или какова концепция данного аромата. А человек этим заинтересуется. Вот. То есть, я против того, чтобы показывать только хиты. Это вот, ну, сетевые магазины. Когда вот новиночка и всех спреют, и все пахнут одинаково. В этом нет индивидуальности. То есть, ниша... Я вас понимаю, что все должно... Вы понимаете, у нас страна вся. Вот она новиночка, и у нас страна вся в новиночке. Понимаете? Но дело в том, что это люксовая концепция, понимаете? Вот. Но с нишу нельзя под это подгонять. Это концепция люкса. Когда выходит новинка, вот смотрите. Видите, новинка в люксе появляется за месяц, да? То есть, парамерс создает ее за две недели. Создается коллекция одежды, и дом приглашает, там, 5-6 парфюмеров. Говорит, вот нам надо к этому розовому платью, а ну, набросьте какой-то вариант. Люди за две недели, у нас синтетических компонентов, естественно, потому что все остальное вкладывается в бренд, в модели, в журналы и так далее. Создает за две недели простой, обычный, модный аромат, которым, как вы говорите, потом новиночка, все спреты душат. Но это не концепция, ниши. Мы же, как бы, ниша – это искусство. То есть, мы же не можем зависеть, там, одной и той же картиной, или одним и тем же, там, платьем. Должна быть индивидуальность. А индивидуальность раскрывается только полностью в душе марки. То есть, в каких-то нескольких ароматах, которые подчеркивают. Есть такой аромат, такой, такой. Балерины, возможно, у вас будут стоять в центре событий, но обрамлены не должны быть еще разными ароматами, которые найдет клиент. Я спросила, все равно какая-то статистика по всей Украине есть в самых продаваемых ароматах? Сейчас мы готовы вам ответить, конкретно сейчас. Мы, ну, как бы, статистики нет, потому что каждый регион и каждый, даже город, и вот я заметила, у них своя статистика, вот, то есть, делается на чем-то акцент. Вот, то есть, консультант обычно идет, почему? По пути наименьшего сопротивления. То есть, либо это человек, который мне нравится, я могу это продать. Вот, это самый простой вариант. То есть, нравится консультанту. О клиенте мы думаем в последний момент. А вообще, грамотный, профессиональный консультант, он должен понять, для начала, то есть, даже на себя нанести, быть парфюманьяком, нанести на себя, выгулять этот аромат в разные погоды, в дождь, в ветер, в жару, посмотреть, как он работает. Потому что есть ароматы, которые работают только летом, или только зимой, или только в дождь они раскрываются. Вот с этим поиграть. И тогда, только поняв характер аромата, подать его клиенту. То есть, это самый долгоиграющий путь, но он самый верный. Тогда клиент придет к вам. А новинки предлагать постоянно, бестселлеры, понятно, это самый... То есть, мы движемся к люксовой подаче. В этом нет ничего нишевого, и в этом нет искусства абсолютно никакого. Ну, у нас есть история развития марок в новых торговых точках. Мы знаем, что обычно всегда начинается с нескольких бестселлеров по-любому. Но при этом мы пытаемся и с нашими клиентами, мы работаем таким образом, мы предлагаем все, что есть. Клиенты пробуют и выбирают. Они выбирают какой-то косяк, который начинают продавать. И постепенно они расширяют бренд. Это самый действенный способ на сегодня. То есть, да, сейчас уже не то время, чтобы купить стенд и смотреть на него и радоваться ему. Правда, это так и есть. Мы знаем, что каждый регион продает действительно разное. Одесса продает одно, Тернополь продает, поверьте мне, совершенно другое. Киев продает третье. И в Киеве разные магазины продают разное. То есть, один магазин будет продавать одно, второй, другое. В одной и той же марке они все равно. То есть, есть бестселлеры, но их не так много. Но у нас, ну, в каждой торговой точке оно все равно будет разное. Поэтому мы ориентируем клиента на то, чтобы попробовать, чтобы понравилось, как минимум, консультантам. И начать работать брендом. И потом расширяем ассортимент. Это самый яркий. Я добавлю два слова буквально. Мы высылаем пробники, либо тестера, наши владельцы вместе с персоналом, которые будут продавать, это нюхают. Если продавцы морщат носы, они продавать не будут. Деньги будут потрачены зря. Поверьте, какие бестселлеры, если они скажут фу-фу-фу, мы вообще не будем продавать. То есть, вы высылаете тестера, мы вам их ориентируем. Да, вы нюхаете, вы, ну, виалки там, вы уже сами тестируете. Это ваши уже. Вы уже сами, как бизнесмен, ну, как и во всем. Как и варенье, как и покупки машины, одежды. Вы сами на себя берете. То есть, вы высылаете всю линейку представителей. То, что мы считаем по нашему субъективному мнению, мы считаем, что сам первое касание, это, вялки все, представляете, что, возможно, вам будет, ну, потом вы уже сами выбираете, и таким образом вы для себя формируете под клиентов, а не под нас. Потому что вы свою клиенту, ну, знаете. Да, вы знаете ваши потребности, ваших консультантов. Сейчас поняла. Если консультант любился, он скажет, я продам вам. Все, он у вас продаст, но есть же такие консультанты, в любом случае. Все мне нравится. Если мне нравится, говорит, аромат, я его продам в первую очередь. Я вообще знаю, скажу. А вот мне нравится все. О, биться невозможно. Собственно, вот он. Буду рассказывать. Знаю, не знаю, но буду тулить его. А, так вот так. Знаю или не знаю, но будут тулить. Нет, я лаичка. Нет, знаете, я ж не... Я вообще знаю что... Если мне нравится, то я буду придавать. Если мне нравится, то я не буду вообще даже показывать. Все. Хотя, может, не плохой для кого-то, для тебя. Вот такая вот концепт. Мы с Андреем обычно на выставках приходим, мы выбираем совершенно разно. Потому что мы их отбираем под себя, но в принципе мы с ним сходимся в выборе ароматов, которые будут продаваться. То есть мы пробуем ароматы и говорим, боже, никогда в жизни, но будет продаваться. Он говорит, маечка. Андрей говорит, вот это мое, но продаваться не будет. Слушай, маечка говорит, консультант нормальный не должен носить носки, правильно? Ну не должен, не должен, он просто как бы, ну да, есть такая поговорка, мне это не нравится, просто до этого не дорос. Просто в каждый момент, вот мы даже, ну если так проанализировать, 5 лет назад мне нравилась одна группа ароматов, через какое-то время абсолютно другая, третья. То есть в каждом периоде ты открываешь для себя новое направление, то есть и смотришь, ну то есть предложение ты рассматриваешь, какую-то подачу, какой-то смысл в этом есть, какая-то марка. Ты понимаешь философию, кто это создал, каков был этот парфюмер, каков этот человек. И когда ты начинаешь в это все, он Серж Лютан, он вообще не заморачивается на коммерции, где у него коммерческие ароматы. Он ставит, он приходит, новый аромат создал, ставит вот так на стол, говорит, вот оно и уходит. И все, его вообще не интересует, будет это бестселлером, не будет. Он свою вот какую-то эмоцию вложил, и поверьте мне, Лютан один из самых, ну, знаменитых парфюмеров, и его ценят, к нему прилаживаются, его вынашивают, его разнащат, его уважают, и эти ароматы с ними носятся, вот. И никто из людей, ну, даже если не понимают, ну, они понимают, ну, как бы отдают дань этому парфюмеру. А он абсолютно не коммерческий. И у него нет таких бестселлеров, которые бы вот... Зато парфманьяки просто его готовы носить на руках. Вот, поэтому у каждого бренда, у каждого... То есть каждый бренд, он создан для определенного круга людей, настроений этих людей. И говорить о том, что, да, можно работать с бестселлерами, можно работать с маркой, можно показывать... Поэтому я спросила, по Розину, вот, кроме балерин и Сноба, что-то еще понравилось? Да, конечно, коричневая роза. Ну, в принципе, правильно, молодцы, что делаете, что высылаете всю линейку, и мы сами определяем. Конечно. Да, потому что я приеду, я с одним видением приехала, мне надо продавцам вложить в головы, а у них совершенно другое видение. Поэтому вот этот... Я вам даже больше скажу, что больше трех ароматов, вы уже не слышите аромат, так как он должен звучать в чистом виде. То есть у вас наслаивается вот эта нагрузка альфакторная, и как бы вы сейчас себя там не успокаивали, кофе там или продышались, все равно вы не будете слышать. Когда вы приезжаете, и вы спокойно каждый день рассматриваете каждый аромат, это абсолютно другое звучание, другая подача, другое настроение. А наша цель – это вот рассказать о марке, не нагрузить вас, что вы прям вдыхаете и сейчас давайте каждый аромат, вот запоминайте. Вы все равно это в спокойной обстановке. Наша задача – это рассказать, что такое есть, и нужно это вам или не нужно. Но такое существует, вот такая подача, такая концепция. Все бренды представлены у нас абсолютно разные, со своим характером, поэтому очень интересно. То есть нету каких-то таких похожих. Все бренды очень разные, очень индивидуальные. И вот сейчас продолжим наш тренинг маркой, американской маркой Inoki. Это сразу, я хочу сказать, позитивная, носибельная марка, которая без претензий, не обязывающая, которую вы можете предлагать своему клиенту на каждый день, вот в офис, на прогулку и так далее. То есть марка Inoki Ruland, она парфюмер с классическим образованием, она создает ароматы, которые пропитаны романтикой, которые пропитаны какими-либо ее путешествиями или какими-то образами или воспоминаниями там, где она была. Какие-то у нее вспышки, какие-то романтические или ностальгия по каким-то периодам своей жизни. И вот у нее как бы две страсти, это работа в саду с цветами и парфюмерия. Она объединила как бы эти две страсти и создала коллекцию, которая в принципе очень-очень женственная, ну вот то, что касается женских ароматов. Вообще в коллекции как бы один мужской аромат, один аромат унисекс, все остальные женские. Вот. А все ароматы, фишка Inoki в том, что все ароматы расположены в алфавитном порядке. То есть и каждый аромат имеет свое название и имеет романтическую историю. Вот первый аромат, который мы с вами будем рассматривать, это... Алло. After my own heart. Это аромат, который переводится струной моего сердца и посвящен он именно романтике женщины, которые верят в любовь с первого взгляда и на веки веков. Очень романтичные, мечтательные. Концепция аромата это прогулка с любимым мужчиной по сиреневой рощи. То есть тут ноты, доминируют ноты сирени. То есть сумерки, молодая пара влюбленная и роща сирени цветущей. И определенное романтическое настроение вдохновило Inoki Рюланд на создание аромата. Струны моего сердца. Но нужно добавить, что Inoki сама по себе. Американка чистой воды. Она очень улыбчивая, она очень легкая в общении. Она очень увлекающаяся и охотно-охотно делится информацией. Это не загадочные французы какие-нибудь. Это вот американский подход. Она передает. Сирень, да, такая именно цветущая сирень. Определенное настроение весны, романтики. Да. Но это опять-таки вот эмоция. Эмоция, когда весна, вот какое-то вот бывает уже потепление, когда это сирень, хочется чего-то любви, влюбиться или какой-то романтической ноты. Влюбиться или новые туфли. Или новые туфли, да. И вот именно, когда цветут эти букеты, там ставишь себе вазу дома. Очень приятная атмосфера. Романтичная. Она, наверное, прочитала произведение слова «Богу». То есть, аромат не любви, если это мне только сиренью. Да, да. Следующий аромат, это на букву «Би», это «Belny Days and Sundays». Это аромат, который олицетворяет собой отдых. Отдых вот у американцев, когда они на зеленой лужайке босиком выходные проводят, сидят на траве, какие-то пикники они устраивают. И вот трава, зеленая трава и цветы, подогретые солнцем. Вот эта атмосфера отдыха воплощена в аромате «Belny Days and Sundays». Аромат цветочный, зеленый. Верхняя нота фрезия и ноты зелени. Сердце идет мимоза. Жимолоси из Калифорнии и непальская роза. И базовая нота мускус. Очень такой тоже приятный на каждый день. Для людей, которые предпочтают активное образование или просто для отдыха. Джинсы. Куртка. Вот. Или просто такое что-то мягкое, цветочное, зеленое. Ароматы очень стойкие. Сразу говорю, очень стойкие. Мы, на самом деле, недаром собираем. Мы потом посыпаем, и вам пришлем вот эту презентацию, чтобы вы могли к ней вернуться. А вы не запомнили? А вы ставили? А потом... Сейчас я... Три штучки, пожалуйста. Хорошо. А, четыре. Да, ты? На бонды. Все, пошли дальше. Мой любимчик. Да, любимчик. И как раз о бестселлерах. Аромат, который, в принципе, не оставил равнодушным никого. Это чем Микол Бондинг. Аромат, который ассоциируется с кашемировым свитером. Очень мягкий, очень мягкий, воздушный и необычный состав. Игра цитруса и пудры. Аромат основан в сердце, это пион, и в сочетании именно цитрусовых и пудровых аккордов. Строится вокруг цветка пиона. Этот аромат, который хорош в любое время года, он хорош для подарка, он нравится. От себя добавлю, что когда я пришла буквально работать, этого аромата не было. Мы какое-то время его заказывали, потом знали. И вот из всех ароматов меня спрашивали. Об этом я в следующем аромате, амурском. Спрашивали, когда? А пришел ли? Как только он пришел, народ очень обрадовался и заказывал наперед, потому что, боюсь, что опять его не будет. Вот это тот аромат, который запоминается в этой марке, и люди к нему возвращаются. У меня он тоже, так это мужской, да? Нет, это женский. Женский. Очень красиво звучит и летом, красиво звучит осенью, зимой потрясающе. Весной, то есть вы можете смело его предлагать для подарка. И он очень стойкий. Он комплементарный, на него обращают внимание. Он очень такой, ну, в серединке. Вот Деринг Ду и мужской. И Чеймикал Бондинг, вот можно их как бы представить как такие основные. Деринг Ду, да. Переводится он как храброе сердце, посвящен рыцарям. Мужчина-рыцарь, который всегда готов спасти свою принцессу. Очень мягкий аромат с мягким характером. Тоже мы его рекомендуем на подарок, потому что вот эта золотая середина, где нет агрессивной мужской грани, и в то же время свежесть пересекается с мягкостью. То есть тут пряно-древесное звучание присутствует, но обрамленное мягкими нотами. Фужерный водный аромат. Основные ноты это цикламен, перец, кардамон. Для эмоциональности вот сочетание цветов и древесины. В ноте сердца, для того, чтобы подчеркнуть эмоциональность мужчины, именно его чувственность, именно как рыцаря, как его вот, именно чувственную грань, сочетание магнолии и гваякового дерева. То есть обычно в парфюм, в мужской, если добавлен в ноте сердца цветок, обязательно это говорит о эмоциональной нагрузке, о чувственности, о эмоциональности мужчины. Вот. Если ярко выраженное пряно-древесное семейство, то больше обыгрывается мужская грань. То есть жесткость, какие-то принципы. Добавление цветов в ноту сердца говорит о эмоциональном начале. Очень важно. Сейчас очень многие парфюмы, парфюмы мужские, именно обыгрываются цветочными нотами. Давай дальше. Объясните, что это следующая грань, чтобы они понимали, куда же это он. Кабельца начало и внешие, чтобы они не поняли. Что-что? Что-что? Хорошо. А, хорошо. Следующий аромат, Evening Edge and Gold, это аромат, который олицетрирует, опять-таки, романтичное настроение. Это роскошный вечерний аромат. И переводится как... Вечер, одетый в золото. Да, вечер, одетый в золото. То есть аромат, он красив, летом он великолепен, как вечерний вариант. Он нарядный, он праздничный. И необычные сочетания. Слива-османтус идет. В первой ноте сочетание сливы-османтуса. Дело в том, что османтус, вы знаете, наверное, что он раскрывается на коже тремя гранями. То есть это фрукты, это кожа и это цветы. То есть кожа на фруктово-цветочная грань. Плюс слива. Очень интересное сердце. Это шифран и корица, то есть специи. И в ноте сердца дурман. И базовая нота кожа и древесина. Очень нарядный, праздничный, необычный. На холодное время года вообще идеален. Его можно даже предлагать как дневные духи. Причем инеки это еще в чем плюс марки в том, что это безболезненный переход для тех, кто хочет оторваться от люкса. Уже ничего не видит в нем и переходит на нишу. То есть она более понятна. То есть с нее можно начинать. И ароматы очень хороши для подарка. То есть они нейтральны по звучанию. Я в свое время инеки, в принципе любую марку, я к ней подхожу с позиции, как Майя учит, разнашивание. Я выбираю обычный аромат, начинаю в нем ковыряться, писать в нем и нашу на себя. И вот этот аромат я взяла, как раз так получилось, чтобы было холодно-прихолодно. Была такая зима суббота, суровая у нас. И он меня так согрел, и у меня все равно ассоциация. Я знаю, что его можно носить в более теплое время, конечно, но у меня, вот моя личная персональная, это вот именно... Была такая зима суббота.